Концепт-кар Kia Habanero обыгрывает одновременно и название острого перца Habanero и напоминает об электромобиле Kia Niro. Достались ли концепту какие-то узлы серийного кроссовера, неизвестно. Создатели говорят лишь, что Habanero оснащен двумя электромоторами, а запас хода превышает 480 километров. Но главное, концепт возвещает новый сегмент рынка. На место кроссоверам, то есть SUV, должны прийти еще более универсальные автомобили буквально для всего сразу, то есть ECEV, которые сойдут и для города, и для трассы, окажутся и спортивными, и, разумеется, электрическими. На вседорожность намекает и полный привод Habanero, и 20-дюймовые колеса. По габаритам концепт схож с серийным Niro. Длину здесь 4 метра 43 сантиметра, но колесная база существенно больше – 283 сантиметра. Заявлен автопилот пятого уровня и проекционный дисплей во все лобовое стекло. А для управления всеми функциями вся передняя панель превращена в гигантский тачпад. Еще одной новинкой Kia на автосалоне в Нью-Йорке стал Stinger GTS. Эта модификация отличается так называемой динамической системой полного привода. Она дополнена самоблокирующимся задним дифференциалом, который повышает сцепление с покрытием и более равномерно распределяет тягу между задними колесами при поворотах и скольжениях. В ездовом режиме комфорт на заднюю ось передается 60% тяги, в спорте – до 80%, а в режиме дрифт муфта переднего привода отключается. Все 100% тяги уходят назад, и при этом восьмиступенчатый автомат держит выбранную передачу. Stinger GTS предложат как с полным, так и с задним приводом. Двигатель позаимствован у версии GT. Это V633 с двумя турбинами, который выдает 370 лошадиных сил и 510 ньютон-метров. 800 экземпляров Stinger GTS отправятся к американским дилерам в конце весны по цене от 2 миллионов 800 тысяч рублей.